Привет YouTube, привет подписчикам и зрителям канала Technics Reduce. Сегодня будем делать сторожок для зимней удочки. Для этого нам понадобятся часы. В данном случае у меня хорошие часы. Смотрите, они идут. Вот маятник колеблется. Ну, не обязательно такие. Я буду использовать такие, вы можете использовать другие. И это все нужно разобрать. Сейчас я этим займусь. Эта работа выполнена. Суть в том, чтобы добраться до пружины, которая установлена вот здесь в корпусе. Вот она пружина. Вытаскивать аккуратно, поскольку она такая очень упругая. Теперь я могу это все убрать. Лишнее то, что у нас осталось от часов. Поскольку оно нам уже не пригодится, я его просто уберу в сторону. Вот перед нами пружина. Теперь эту пружину нужно выровнять. Значит, как выровнять? Выровнять протаскиванием между пальцами с обратным перегибом. Вот так вот. Вот. Отрезаем необходимый кусочек. Вот. Вот перед нами готовый кусочек. И теперь нам понадобится несколько кусочков кембрика и проволочная петелька. Что мы делаем? Мы проволочную петельку вставляем в кембрик. Вот. Вот так вот. Теперь заводим туда же в кембрик пружинку. Вот. Вот так. Надеваем еще один кембрик. И маленьким, маленьким фиксируем, чтобы вот этот не сваливался. Вот. И теперь фактически сторожок у нас уже готов. То есть теперь берем удочку, ставим сторожок, затягиваем леску и занимаемся зимней рыбалкой. Длиной сторожка регулируется упругость и его игра. Также можно из более тонкой проволоки сделать петельку. Тогда общая конструкция будет легче. Но такая конструкция тоже имеет право жить, поскольку она такая более инерционная. То есть она более равномерно работает и хорошо будет противостоять порывам ветра. То есть легкий сторожок будет ветром колебаться, а тяжелый будет более устойчивым. Вот такой сторожок мы сегодня сделали из пружины часу. На этом сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok